В Ульяновской области прошла четвертая зимняя спартакиада работников средств массовой информации, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Шесть команд вышли на старт в спорткомплексе «Заря», чтобы определить лучших в зимних видах спорта – биатлону, мини-футболу, стритболу и саночной эстафете. В этом году мы впервые по просьбе команд участников ввели стритбол, так называемый уличный баскетбол, то есть разнообразием программу, а так традиционные зимние виды, потому что спартакиада зимний, биатлон, коньки, саночные эстафеты, ну и зимний мини-футбол. Борьба команд с первых секунд развернулась не на шутку. Первый этап – биатлон. Лучшее время у журналистов-чемпиона. Однако уже во втором виде стритбаскете первое место уверенно взяла сборная «Мозаики». В челночном беге на коньках удача вновь не изменила чемпиону. Команда по времени сумела обыграть ближайших соперников – «Мозаику», которая оказалась на втором месте, и «Сити-Симбирск», ставших третьими. Решал все в общекомандном зачете мини-футболу. В напряженнейшем матче, показав железную волю, чемпион сумел обыграть «Мозаику». В итоге от полной победы команду отделял один шаг. Точку в споре поставили «Санки». Сумев правильно расставить игроков по этапам, заранее отработав технику передачи саней и быструю замену участников, команда издательского дома «Ульяновского правда» вырвала победу в общекомандном зачете. Команда «Мозаики» заслуженно взяла серебро, ГТРК «Волга», бронзу. «Мы действительно готовимся. Не просто так вот даже взять эти же лыжи. У нас полкоманды неделю тренировались. То есть ребята, несмотря на возраст, на самую возрастную команду, тем не менее подготовка была серьезная». Надо сказать, что это не первое золото для чемпиона. Побеждать – это добрая традиция команды. Поэтому каждый год чемпион на зимних соревнованиях становится лучшим в общекомандном зачете. Спасибо.